добрый вечер друзья вы на канале дмитрий гордон я сразу перед тем как представить своего собеседника прошу вас подписаться на наш канал поставить лайк колокольчик и для тех кто нас смотрит в украине нажать кнопочку скачать для того чтобы иметь возможность смотреть нас когда нет электричества геннадий гудков оппозиционный российский политик сегодня мой гость геннадий владимирович здравствуйте рада вас приветствовать я также рад вас видеть приветствую всех нас видят и слышат жалко что вот у нас такое вступление что скачать потому что бывает что нет света идут удар по инфраструктуре по людям по домам мне конечно ужасно стыдно и за все то что происходит сейчас в россии вокруг россии да и новая реальность которая вроде и на голову не натягивается а с другой стороны так быстро к этому привыкается и приспосабливается давно ничего не звучало о ядерных войнах угрозах ударах вот но зазвучало вновь зазвучало вновь и я не знаю засвучало ли бы если бы в начале недели полмиллиарда долларов не слетали так в холостую скажем так напомню даже 70 ракет более чем 60 было сбито и вот в аккурат буквально через несколько дней путин вновь на заседании смешно говорить на заседании по правам чего совет по правам человека заявляет в невзначай как бы говорит вновь о угрозах ядерной войны я процитирую угроза ядерной войны нарастает чего греха таить говорит путин вы бы связывали фиаско с ракетами с вот этим новым витком рассуждений о ядерной войне я думаю что конечно конечно то есть путин до конца надеется что ему не придется принимать решение применение ядерного оружия ради этого он объявил мобилизацию чтобы заткнуть солдатами офицерами вновь набранными бреши на фронте чтобы опять поднаправить туда пушечное мясо которое затянет войну на неопределенный срок ну я все время говорю что 100 тысяч предположим армия украина перемолола за 9 там месяц за сколько она перемелет еще 100 тысяч вопрос который без ответа но понятно что это не один день не одна неделя и даже не один месяц при всем том что российская армия хуже подготовлена не вооружена как положено и совершенно демотивирована то есть морально разлагается поскольку люди все равно понимают что они ведут нескраведливую войну и их там не ждали вот поэтому он надеялся что мобилизация остановит он надеялся что вот эти удары по разрушению инфраструктуры вызвут реакцию что давайте этому дураку чего-нибудь отдадим чтобы нам нормально жить вот примерно такую реакцию надеялся надеялся потому что произойдут в мире какие-то события что там какие-то будут итоги благоприятные выборов соединенных штатах америки что обостряется отношения до предела между китаем и сша или начнется какой-то серьезный конфликт на ближнем востоке или что-то еще то есть он надеялся что внимание мира от войны россии против украины от агрессии не отвлечется она не отвлекается и поэтому я давно говорю я к сожалению буду вынужден повториться вашем эфире нам с вами придется пройти сквозь ядерный шантаж я не верю что путин применит ядерное оружие потому что он прекрасно понимает что на этом его жизнь заканчивается да она может закончиться жизнь еще очень многих но его заканчивается точно совершенно точно и я думаю что он не применит но через ядерный шантаж мы будем с вами вынуждены пройти это будет непростое испытание а есть шанс что вот может произойти что-то такое или быть сказано что-то такое или сделано что-то такое что вот этот вот маятник от какого-то такого устоявшегося путин знает что делает качнется в сторону путин не ведает что творит и это повлечет за собой какие-то процессы должно произойти по логике если там в кремле не собрался отряд самоубийц которые решили выйти с большим шумом скандалом помпой огнем и жизни если нам не собрался отряд самоубийц то должно конечно произойти потому что осознание того что путин не вожак стаи но я не могу меня критикуют уже шакела промахнулся но они ничего в классической литературе нам известно нет ничего лучше чем охарактеризовать этой фразы из-за маугли действия путина тела сильно промахнулся не один раз и поэтому он не сможет быть уже после военного поражения врагов станет что-то с ним произойдет я кстати слышала ваш разговор когда вы говорили о том что помимо того что путина нужно побеждать на поле боя путина нужно побеждать и внутри страны даже даже важнее но вернее не сказал потому что одно вытягает из другого и это взаимосвязанные два процесса если он потеряет полностью потеряет все позиции которые он там на сегодняшний день имеет после 23 февраля это полное военное поражение раз полное военное поражение он перестает быть вожаком стаи потому что оказывается он вел не туда не на ту дичь напал промахнулся и в результате нанес непоправимый ущерб всей стаи а там то что стаи они там друг друга рвут это мы понимаем это мы видим там у меня нет иллюзий никаких что там окружает его какие-нибудь хирургимы в общем ангела скрылья поэтому конечно они его будут рвать со временем потому что он их лишил всего отнял у них все то что было на что там как это наши комедии все что на что нелегким трудом за все эти годы и там эти капиталы и все эти семьи и все это объекты недвижимости все это актива авуара западный они все потеряли потому что же но нижней вы слова патриота идиот она очень похожа лишь может вы если но и точно не патриоты но и точно не идиоты понимаете что нельзя связывать свое будущее со страной в котором сегодня ты охотник а завтра ты добыча где нет ни правил ни законов ни жалости ни сострадания ничего нет кроме каких-то межклановых раскладов сегодня ты на коне а завтра ты в дерьме вот поэтому конечно все там связаны свою жизнь жизнь своих семей детей и внуков запада все то что там случилось инвестировалось на многие годы все это разрушается перспектив вернуть это нет никаких поэтому чертый путин с нами натворил что что сделал с нами мы тебе так верно служили ну вот извини сейчас мы не можем дальше типа дальше верно служить что мы должны думать о своих семьях но я утрирую так но когда не такой разговор состоится надеюсь что чем быстрее тем лучше о целях и задачах о целях и задачах спецоперации как обычно этим таким в таком тоне звучит эта фраза об этом хочу с вами поговорить потому что две параллельные комические ситуации произошли буквально за один день первое это формулировка не бензи который мне кажется просто на самом деле отработал свою миссию и нашел потрясающую формулировку для того чтобы сформулировать а что собственно девять месяцев происходит для чего зачем кому это нужно и он очень ну во-первых не бензи покинул зал во время выступления постпреда украины кислицы но перед этим он заявил что россия готова к дипломатическому регулированию в украине для для устранения причин вынудивших начать спецоперацию ну то есть когда причин причин нет не бензи нашел вот такую сказочную формулировку причин вынудивших а какие эти причины да черт его знает но в продолжение всего сегодня на самом деле у путина также прозвучала прозвучала очень странная фраза очень странная он сказал во первых о сроках о том что да действительно это может длиться долго это конечно может быть длительный процесс сказал он желательно должно длиться бесконечно ну что ребята сейчас я вам покажу чем надо пить чай вот смотрите что у меня есть у меня в руках птичье молоко гордон в шоколаде это вкуснейшее птичье молоко ничего лучше в своей жизни я не ел и и вот у меня в руках зефир гордон поверьте мне ничего лучше в своей жизни я не ел и это правда вот посмотрите они у меня на тарелочке вот они птичье молоко и зефир вот такая красота теперь смотрите что у меня есть у меня есть чашечка обычная вроде чашечка вот я ее ставлю беру чайничек и наливаю в чашечку а теперь будем смотреть что будет происходить с этой чашечкой я нам наливаю кипяток наливаю 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 смотрите что же с ней будет происходить ой-ой-ой что с ней уже происходит посмотрите вот она чашечка кто-то там проявляется мне кажется это я отлично уже проявился и теперь смотрите вот конфеточки не ну это бомба и вот зефирчик это две бомбы на здоровье ребята у меня вот вопрос из этого всего многообразия событий складывается один вам понятно за что сейчас воюет путь вот в этом многообразии версии конечно за что мне понятно было и с самого начала за что он воюет и что он делает сейчас значит единственная целью так называемой с его точки зрения спецоперация на самом деле широкомасштабная агрессия против украины был вопрос укрепления власти это был единственный вопрос главный ключевой второй вопрос отомстить украину на за нанесенные так сказать там обиду в четырнадцатом году это было вторично хотя это тоже влияло на принятие решения и вот эту неадекватность путина то есть личная эмоция затмевал в какой-то степени разум вот но главная цель была и остается это сохранение власти власть можно было сохранить таким образом падающий рейдинг идущий вниз все показатели доверия к путина нужно было начать войну войну нужно было начать с противником который заведомо слабее и который потерпит быстрые поражения была избрана в этом смысле украина там ему какие-то придворные желая так сказать попасть фавор докладывали о том что его там будут встречать лепестками роз и караваями украинские девушки и что только и ждет народ украины когда путин развернет свою банду и направит ее на территорию соседней страны поэтому был выбран такой путь укрепления власти война с украиной это ключевая цель и самая главная задача отомстить это второй момент это удовлетворить его личные обиды и амбиции поэтому это начало войны для чего и почему а что сейчас происходит планы рухнули украина не оказалась мальчиком для битья украинские вооруженные силы переломили ход войны когда запад оказался совсем не сахарный и не ватный он оказался довольно твердым и монолитным и способным к сопротивлению вместе с коллективным западом украина начала добиваться серьезных успехов и переломил ход войны выдерживая теперь у нее задача одна сохранить власть внутри страны выдав свое поражение за победу это невозможно без торга без мирных переговоров на которых он хочет торговаться с украиной ее же территориями он хочет объяснить что весь мир он победил потому что весь мир начал с ним с путиным с великим пул так сказать великим ужасным переговоры по миру на территории украины вот у него сейчас эти две задачи и для него эта задача сопоставима с его продолжением политической и физиологической жизни глава гурмо кирилл буданов на днях рассказал о том что по информации разведки у путина осталось ракет на несколько ракетных массированных ударов это была правда информация еще до того как немецкая газета написала о том что еще несколько сотен заказ на иране уже этот заказ размещен но тем не менее в любом случае мы понимаем что это эта история все равно конечна ракеты в конце концов закончится рано или поздно поддерживать приток будет сложнее с каждым месяцем если не днем как могут развиваться события если не будет возможности наносить ракетные удары массированные параллельно будет потеряно фронте непосредственно в боях и вот в полной невозможности условно пойти на капитуляцию ту капитуляцию которую вы говорите что она невозможна чтобы Россия капитулировала как мы это видим там германии сорок пятого года ну вот мы с вами рассуждаем с позиции здравого человека а вот я вам теперь скажу как рассуждает Путин он рассуждает так что продолжаем вот давайте мы разделим войну на две части первое то что идет на поле боя и там действительно вооруженные силы Украины перемалывают армии и добивается успех мы уже знаем что там 1880 чем-то населенных пунктов больших и малых освобождено примерно столько еще остается оккупированным вот с точки зрения положения на фронте обстрела ракетами они ничего не меняют они создают ужас панику так сказать среди мирного населения понятно что мешает жить нормально это оружие террора это оружие направлено на вот как раз попытку там сломать дух народа поэтому обстрелы будут продолжаться к сожалению путь на ракеты еще значительно больше чем надо для того чтобы поддерживать заданный темп нанесения террористических ударов по территории Украины ну это ваша разведка докладывает что у него 6000 только еще ракет с 300 это большая ракета которая там взрывается в воздухе уничтожает самолет на большом расстоянии и у нее большое облако осколков ну то есть достаточно большой мощности они сейчас переделывают приспосабливают для нанесения ударов по суше сухопутные удары вот да и уже очень много месяцев практикуют собственно земля 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 да ну я бы рекомендовал прочитать статью замечательные журналистки и такой очень эрудированной женщины которая давно известна своими детальными дотошными разработками это Юль Латыни на очередной статью я ее сейчас не дочитал но статья там крутейшая дает полный анализ по применению ракетного оружия Путина по средствам по носителям по средствам запуска я ее еще дочитаю но там похоже она приходит к такому выводу что может ракеты много а вот систем доставки пусковых установок и средств доставки явно не хватает и это будет сказываться в ближайшее время очень серьезно права она не права я хочу просто перечитать сейчас еще раз внимательно ее статью рекомендую всем посмотреть потому что она очень серьезная Юля она умеет докапываться до таких мелочей там многие другие не доходят просто до них да да ее выводы достаточно ну достаточно оптимистичные для нас и пессимистичные для Путина и их земля посмотрите еще раз специалисты в первую очередь про Вали Юли хотя я знаю ее дотошность ее умение вот эти детали все анализировать и до мельчайших нюансов вот поэтому ракет вроде много но я не знаю если Юля права то средств доставки не хватает и вполне возможно что будет снижение террористических кота но Путин считает по-другому вот вы мне там сейчас рассказали картинку мира я с ней согласен а Путин считает что время работает на него я уже много раз говорил эту фразу потому что потому что есть там определенные люди которые информацию получают от окружения Путина он считает что он разрушил уже 60% инфраструктуру Украины это его мнение я сейчас не спорю и это не мои слова что если продолжать дальше то в большей части инфраструктуры процент будет нарастать разрушение восстановить ее невозможно украинцы остаются без тепла света без нормальных условий атаки Путин будет продолжать до тех пор пока в мире не произойдут какие-то события которые отвлекут внимание от войны в Украине которые изменят кстати говоря поддержку помощи Украины со стороны цивилизованного всего запада я сегодня прочитал кстати говоря опрос запад провел в 10 странах европейского союза общая такая картинка значит там вопрос был заодно очень простой считаете ли вы не считаете ли вы помощь в Украине там слишком большой там не нужно ли ограничить чрезмерно да чрезмерно не стоит ли ограничить и 39 процентов групп проголосовали за то чтобы не надо ограничивать а 38 за то что надо я думаю что Путин тоже читает результаты этих вопросов его люди докладывают ему в папочках и они надеются что тут процент переменится и тогда западные правительства будут вынуждены менять свою политику я думаю что этого не произойдет политический истеблишмент запада насколько мне известно и в том числе из моих личных контактов личных общений не настроен бросать Украину в этой критической ситуации потому что политический истеблишмент цивилизованного запада понимает что Украина воюет не столько за себя и свою свободу хотя это первая очередь для украинцев а вообще воюет за всю цивилизацию и ее нельзя оставлять ни в коем случае наедине с мировым злом который сейчас представляет из себя путинский режим поэтому вот я так думаю что никакого там прекращения не будет но тем не менее давайте говорить по-честному наступает усталость наступает привыкание и мне кажется что немножко какое-то успокоение идет в том числе в украинских диаспорах они были первые месяцы войны намного активнее в Европе намного активнее и намного результативнее сейчас мне кажется может быть сейчас натиск такой на общественное мнение в хорошем смысле слова активность воздействия на на общественное мнение надо было увеличить и показывать что происходит в Украине каждый день люди просто привыкают они привыкают ну как неизбежно привыкают к всему к сожалению в том числе привыкают к чужому там горе крови и так далее а вот это когда ты показываешь это еще раз это вызывает эмоциональную реакцию вот ее нельзя ни в коем случае сейчас ослаблять это мой просто совет украинским СМИ украинским режиссерам украинским репортерам и так далее документалистам надо чтобы запад это все видел чтобы не снижался эмоциональный накал сейчас эмоциональный накал важнее разумных каких-то аргументов нфт супер гордон крыса путин пошел гон 15 ноября 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной нфт коллекции супер гордон всего три с половиной тысячи ярких необычных картинок каждая из которых основана на моих мемах которые вы хорошо знаете и любите нфт сегодня это не только перспективное и приятное вложение важно то что часть денег от продажи коллекции супер гордон пойдет на покупку разведывательных супер дронов которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории украины заходите на сайт супер гордон нфт ком исследуйте простой инструкции каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных нфт кстати на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции супер гордон если вам нравится заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас в инстаграме на супер гордон нфт и в телеграме на канал супер гордон умные и продвинутые уже там присоединяйтесь на уровне эмоций это мой совет я опять-таки никого не критикую просто я так полагаю я думаю так это мое мнение вот поэтому путин надеется на эти факторы что они помогут ему вылезти из этого угла где он себя как крысу в эту загнал сам собственными руками и все-таки сохранить власть в стране он по-другому оценит эту ситуацию он по крайней мере на публике источает оптимизм и уверенность в своей победе вот вы должны это тоже понимать что разные отношения разные подходы к реалиям к реалиям сегодняшнего дня со стороны Кремля Путина его команда или там его клики преступные и со стороны нормальных людей которые в общем анализируют как бы так сказать в рамках нормальной разумной цивилизованной логики мы приходим к разным к разным оценкам к разным выводам в сравнении с путинской кликой вот это здесь тоже тоже возникает вопрос когда видишь его неоправданный оптимизм особенно после каких-то таких громких фиаско но здесь же тоже вопрос это мина плохая хорошая мина при плохой игре или это в действительности человек не отбивает реальность от слова совсем а вот на этот вопрос я вам не могу ответить и мне кажется этого никто не знает пока может быть только самый ближний круг который у которого нет выхода из этой ситуации ну или практически нет выхода то есть гипотетически какие-то выходы практических выходов нет они уже настолько повязаны своими преступлениями что и не собирается кстати говоря ничего менять ну я имею в виду там Патрушев Бортниковых Ковальчуков Лавровых и так далее и тому подобное тот круг лиц который в первую очередь отвечает за начало вот этой кровопролитной захватнической оккупационной войны еще один механизм который сейчас будет применен совсем скоро это потолок цен на нефть многие возлагают на него большие надежды мол нефтедоллар когда-то породил ту Россию которую мы знаем нефтедоллар ее и погубит вы разделяете этот оптимизм я разделяю этот оптимизм в более среднесрочной долгосрочной перспективе просто мы должны с вами быть реалистами и понимать что сейчас в данный момент в данный момент на сегодняшний день когда мы с вами говорим у Путина финансовых ресурсов примерно полтора года войны при тех темпах которыми она идет сегодня и здесь вот совершенно очевидно что да конечно такое фактически нефтяное эмбарго да оно будет влиять на ухудшение ситуации в России каждый день будет отрицательный эффект накапливаться методом вот этого аккумулирования вот этого отрицательного эффекта он будет давать свои последствия как метастазы будут распространяться по всем экономическим стратам по всем сферам жизнедеятельности страны понятно но не сейчас но не сейчас на сегодняшний день пока запас прочности финансовой у Путина достаточный для ведения войны как минимум еще много месяцев вот мы должны с вами быть реалистами да там могут какие то появиться обстоятельства непредвиденные там могут произойти какие то события какие то несчастья какие то техногенные не техногенные природные неприродные но вот мы говорим есть сегодня в том алгоритме в котором все идет пока у Путина есть запас прочности на полтора года примерно полтора я могу там да 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 последний вопрос вот я хочу в финале вернуться к тому с чего по факту мы начинали это 70 ракет 60 из которых даже больше чем 60 было сбито по информации форсу уже очень многие посчитали сколько стоил этот ракет конкретно этот ракетный удар россии и сумма варьируется от 400 до 500 миллионов долларов то есть полмиллиарда долларов стоил у меня очень простой ответ на этот вопрос вы в казино когда-нибудь это еще была теперь я вас буду интервировать вы в казино когда-нибудь были была вы вы видели там игроков которые проиграли но не могут остановиться да но если не видели то они описаны там в романах Достоевского и многих других писателей знаете есть такой анекдот когда выходит из казино под утро уже так сказать 2 человека один полностью голый и второй в трусах и тот который полностью голый жмет в трусах руки и говорит вы знаете эси чем вам нравится вы умеете вовремя остановиться вот путин относится к тем людям которые не может остановиться он вошел в такую игру в которой он не может уже остановиться поэтому плевать сколько людей погибнут плевать сколько денег нужно нажав он должен сохранить себя он должен всё равно выиграть Вот это тот безумный мотив, который охватывает своего существа. И вот я понимаю, что, может быть, я не думаю, что мне хотели задать какой-нибудь другой вопрос, на который я, не дожидаясь вопроса, попытался ответить. Да, срочно ответим. Просто задавайте, если я не прав. Нет, нет, это практически тот вопрос, он был у меня более широкого профиля, казалось бы, что мне казалось, знаете, как вот нам опять-таки со своей колокольней кажется, что вот если я учитель или медик, моя зарплата, ну вот средняя по России 45 тысяч рублей, но я думаю, это не у всех учителей 45 тысяч рублей, я думаю, у многих гораздо меньше. И вот я понимаю, что моя зарплата могла быть хотя бы 60, но этот же день летит в воздух полмиллиарда, я посмотрела, сколько это в рублях, это что-то 30-32 миллиарда, почти 33 миллиарда рублей. Я бы, наверное, почувствовала какое-то дикое возмущение, а что происходит в моей стране. Ну хорошо, почувствую, теперь я беру у вас интервью, почувствую дикое возмущение. Дальше. Ваши действия. Ну я хотя бы пришла к мысли, что, наверное, этот президент не очень. Хорошо, пришли к мысли, что этот президент не очень. Такая мысль пришла к нам в голову. Дальше. Ну, как минимум, я не задумывалась о том, стоит ли поддерживать эту войну. Но вот здесь сложно. Но, наверное, в какой-то момент я ищу единомышленника. А кому нужна ваша поддержка? Как только вы начнете искать единомышленника, у вас заложат ПСБ. И за вами придут 6 часов утра с обыском. Изъятием и подмещением в тюрьму, пока, может быть, если повезет, административно. Вот вы понимаете, что это последствия ваших свободных мыслей, разговоров с соседями о том, что президент хреновый. И что он тратит ваши деньги. Каждый второй, или там каждый третий, хорошо, каждый пятый вас заложат и за вами придут. На этом держится сейчас и весь путинский режим. На страхе, на репрессиях, на преследованиях, на издевательствах над людьми, на отсутствие в них возможности защищать свои права. Ну, вот такая обстановка. Не первый раз в истории Российской империи такое бывает. В Советском Союзе молчали все 200 с лишним миллионов. И не один год, и даже не одно десятилетие. Но, в конце концов, даже таким, казалось бы, несокрушимым системам, которые существовали много десятилетий, все равно приходит конец. Да, конечно. На это и уповало. Кому через 70 лет, кому через 1000. Византий продержался 1000 лет. Там тоже было много проблем. Геннадий Владимирович, я пытаюсь в оптимистическое русло. А в оптимистической ноте я вам скажу, что все произойдет гораздо раньше. Война не продлится долго. Я буду выпивать за Новый год, чтобы он стал последним годом войны, чтобы там была одержана окончательная победа. Я думаю, что 2023 год эту победу принесет всему миру, Украине, и нам, и всем. Поэтому я считаю, что у нас есть повод для оптимизма, потому что никто не может воевать со всем миром. Это абсолютно проигрышная паста. Я думаю, что проигрыш наступит вне зависимости от наличия ресурсов, от наличия каких-то возможностей. Он наступит просто потому, что со всем миром воевать никому еще не удалось успешно. Вот и все. Поэтому будем надеяться, что мы с вами скоро вступим в тот год, который принесет народу Украины и вообще всему миру победу над этим мировым злом под названием путинский режим. И все то, что он творит сегодня в мире и в Европе. Я не источаю по этому поводу полный оптимизм и думаю, что так оно и будет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за это интервью и за эти слова отдельное спасибо, потому что, да, они вселяют оптимизм. И да, действительно, именно в это хочется верить и на это надеяться. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, с нами был сегодня на канале Дмитрий Кордон. Обязательно подписывайтесь, обязательно будьте с нами и до новых встреч. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Спасибо, взаимно. Всем удачи и победы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»